Всем привет, сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры зомби против растений и у нас на очереди шестая миссия второй главы. В предыдущей миссии мы получили новое средство, это галлюциногенный гриб. Данное вооружение позволяет на свою сторону переманивать противников, а после того как они кушают гриб, они начинают кушать своих собратьев. А мы это вооружение знаем по второй части игры, собственно оно с первой части и перекочевало. Стоит оно не знаю сколько, потому что во второй части, к сожалению, оно у нас в платном списке, поэтому мы лишь можем пользоваться только в бонусных миссиях. Начинается уровень, на поле я вижу уже больше чуть могил, и это плюс, потому что у нас есть во-первых средства, во-вторых после выкапывания могил мы получаем дополнительные деньги. Но деньги в этой игре никогда не помешают. А мы сейчас высадили первый подсолнух. У нас, кстати, еще есть новый противник, это футболист. Тоже у нас есть во второй части, но немного там по-другому выглядит. Посадили мы сейчас бомбу картофель. И сделал я очень зря, потому что у нас есть на первое время бесплатный гриб. Я уже играю во вторую часть, как-то забывая об этом, у нас там бесплатный гриб есть только в компании Dark Ages, и он не так интересен, потому что он исчезает. Поэтому во второй части, в принципе, я могу тоже брать на бонусную миссию Йети. Но, как я говорил, он не очень интересен, потому что он исчезает, и, соответственно, эффект с него никакой. Для его поддержания, для того, чтобы он постоянно был в строю, надо использовать плент. Ну, а тут садись не хочу, сколько хочешь. Мы уже посадили два куста подсолнуха. Из-за того, что я высадил бомбу картофель, он не мог накопить никак на второй подсолнух. Но после того, как мы высадили второй подсолнух, там уже дело пойдет. У нас подсолнух будет вырабатывать столько денег, столько же приблизительно, как и желтый гриб. Я поэтому его не брал на миссию, в последней миссии я его не беру. Как я уже говорил ранее, он дает вначале 15 монет, ну, а потом 25. А подсолнух дает медленно, но те же 25 монет на старте. И там после того, как мы высаживаем первый ряд подсолнухов, он абсолютно так же производит быстро, как и гриб, деньги нам. У нас на поле сейчас мы высадили бомбу картофель на вторую линию. И зомби успешно подорвался на ней. Мы уже сейчас выкапываем первую могилу, получаем монетку, и бежит к нам американский футболист. На второй линии мы тут снова посадили бомбу картофель. Бежит он как-то интересным. Такой, я бы сказал, бег на месте. Но от нас он не убежит. Нам буквально осталось несколько кустов, и мы уже высадим два ряда. То есть у нас уже будет такая большая плантация сформированная, мы можем свободно садить все наши вооружения. Но по вооружениям мы можем лишь садить на такое активное оборонное средство, лишь ледяной горох. Мы его как раз высадили на пятой линии. Гриб за 75 монет я не брал на миссию. Уже попросту не оказалось места, хочется все взять. И пришлось чем-то пожертвовать. Я думаю, что ледяного гороха нам вполне хватит. Есть у нас также галлюциногенный гриб. Пока что некуда его высадить. Высадить есть, но нету столько противников. Мы конечно можем развернуть какого-то одного зомби, но тратить на это 75 монет я вообще не вижу смысла. Лучше мы потратим на выкапывание могил. Пока что мы высадим один ряд ледяного гороха, а там уже будем выкапывать могилу. Хотя я думаю, что нам это не удастся полностью все выкопать, так как это уже финальная волна, которая как раз сейчас на нас наступает. Я уже приготовил бомбу вишну. Встают зомби с могил. И мы поставили на первой линии. Убрали довольно много зомби, включая американского футболиста. И сейчас посадили галлюциногенный гриб за 75 монет. Зомби с колпаком пошел к ужасу своих собратьев. И на удивление съел всех. Мы сейчас получаем новое вооружение. Это гриб за 25 монет. Сейчас посмотрим на его особенности. Значит, особенность его заключается в том, что он может стрелять на дальних расстояниях, но при приближении зомби он прячется. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.